Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» предлагаем вашему вниманию программу «Время говорить», обзор событий дня и некоторые соображения на их счет наших авторов. Как это иногда бывает, эти самые соображения слегка разнятся с тем, что преподносится в официальной информационной линейке. Но в этом виновата пресловутая свобода слова, которую мы, журналисты, стараемся по мере возможности соблюдать. Вкратце о главном сегодня. И вечный дом незаконно построенной здания в центре Рязани, который раз и навсегда официально приговорили к сносу, стоит себе, не шелохнется. Между тем, сроки сноса истекли. Куда ж нам плыть? Смогут ли рязанцы получить возможность подготовиться к сдаче норм ГТО? Сектам нет. В Касимове прошла масштабная встреча по противодействию тоталитарным сектам. Теперь об этом и не только подробно и конкретно. Информация о ремонте дорог так называемыми картами появилась на официальном сайте администрации Рязани. Со ссылкой на сообщение начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства Валерия Бебко. Таким карточным способом отремонтированы участки дорог на Соборной, Ленино-Вокзале, Рязанское и на пересечении улиц Дзержинского и Гагарина. А что касается капитального ремонта, то в этом году ремонтируется 16 участков дорог общей протяженностью около 11 километров. Завершен ремонт на улицах сельских строителей, юбилейной, пятой линии. Есть и другая информация, с ней можно ознакомиться на сайте. Кстати, в ближайшее время мы очень рассчитываем на интервью с Валерием Викторовичем, потому что дорожная тема как была, так и во все века останется в России актуальной. Рязанцам небезынтересно было бы не только почитать, но и посмотреть на те места, где кипят работы. А вот несколько фотографий, опубликованных вчера вечером в благосфере издания «Медиа Рязань». Заголовок таков. Рязанские дорожники предпочитают трудиться под дождем. Такие изображения часто и нам присылают, и коллегам-информационщикам. Здесь вот дождевые работы идут где-то за городом, а не факт, что за нашим. Но и в столице области такое дело нет-нет, да и бывает, что и говорить. Вот и хочется попросить чиновные начальства, региональное и городское, а также и руководство дорожных организаций. Пожалуйста, наладьте контроль за своими доблестными бойцами, людьми самой мирной дорожной профессии. А то они в погоне за выработкой и милыми сердцу и карману премиальными порой наступают грубым сапогом на такую тонкую и хрупкую субстанцию, как авторитет высокого начальства и даже власти. Да и денег бюджетных жалко, они ведь и наши тоже народные. Кастарбайтеру-то, конечно, бывает все равно, куда асфальт швырять, в лужи или нет, но нам, рязанцам, смотреть на это неприятно. Еще о том, что написано пером и вырублено или не вырублено топором в цветущем и безвозвратно ушедшем мае, случилось в Рязани пресс-конференции руководства наших судебных приставов, где репортеры вновь подняли вопрос о незаконной и неприглядной пристройке к зданию бывшего поземельного банка на Ленина-22. Центр Рязани эта кривая дощатая штука явно не украсила. Тогда затянули ее облицовочным полотном с изображением некой гламурненькой усадебки, да и дело конец. Потом было решение суда снести, да за счет государства. Потом застройщик предложил произвести снос за свой счет, но не сразу, со срочкой ее дали до 1 сентября. В августе мы давали телезаметочку о том, что пора бы и активизировать работу, домик-то незаконный не сносит. А сегодня Глеб Галушкин наведался на улицу Ленина вновь посмотреть на пустую площадку, тщательно очищенную от строительного мусора. А именно так должно было выглядеть место около здания бывшего поземельного банка сейчас. По заберениям всех самых строгих государственных инстанций. Сейчас с крыши незаконного строения сняты почти все деревянные перекрытия. Однако на этом работы по разборке этого самовольно возведенного дома, собственно говоря, и закончились. Напомним, что самовольно возведенное здание по адресу улица Ленина-22 должно было быть снесено еще в апреле нынешнего года за счет средств государства. Однако собственница подала в суд ходатайство, о самостоятельном сносе и его удовлетворили. Но сейчас каких-либо заметных работ здесь не идет. Знаете ли вы, что это здание суд признал незаконным? Знаю. Знаю. Обещали, ставили уже здесь, сказали с ним, на той неделе даже сказали, что будут сносить. Но смотрю, опять все осталось, убрали все эти заграждения и все осталось по-старому. А как вы считаете ваше мнение, почему в центре города Рязани здание незаконное, суд признал, что оно незаконное? Ну, оно постройки не подходит. Посмотрите, то здание рядом стоящее. И это какое-то было голубое страшное, ужасно страшное. Вообще не то, ядовитый даже цвет был и постройка такая была. Нет, нельзя так строить. Надо сохранять свое. Так много судебных решений, которые не выполняются. Не только по этому дому, но и по другим. Я это тоже знаю. Поэтому, в общем, ничего удивительного я в этом не вижу. А это, наверное, коррупция. Как скажут, так и будет. А нас никто не слушает. Кстати, накануне, когда начинались работы на крыше, многие жители решили, что к улице Ленина, ныне Астраханской, вновь вернется ее исторический облик. Однако, похоже, что собственники, а ведь именно их суд обязал приступить к разборке за собственный счет, решили выполнение этого самого судебного решения затянуть. Сейчас внутрь здания попасть невозможно, дверь заперта, хотя в региональной службе судебных приставов сообщали, что в начале сентября 2014 года это строение, нынче затянутое баннером, совершенно точно сравняют с землей, а строительный мусор будет полностью вывезен. Конечно, понятие времени довольно относительное, во многом даже философское. И возможно, что запланированный сентябрьский срок по сносу запросто может переместиться на конец года, а затем и на будущий год, или еще позже. В итоге получается, что и жители недовольны уродливым архитектурным обликом центра Рязани, и чиновники заявляли о решении снести самовольное строение, и есть соответствующее решение суда, в конце концов. Но дом стоит. Так что ВОЗ, а в нашем случае незаконный сарай в центре Рязани, и ныне там. А может уж и не сносить его, содрать гламурненький декор, ободрать со стен краску, которая еще осталась, заселить грязных люмпинов и прочих бомжей. И пусть стоит в себе строение, как памятник махровой волоките, наплевательскому отношению к законам и бюрократии, прекрасно себя чувствующей в нашей стране век нанотехнологий и прочих полетов к далеким галактикам. А теперь к другим темам. Сегодня прошло заседание общественного совета при Федеральной службе судебных приставов. Мероприятие было проведено современно в формате видеоконференции, принимали участие во встрече и наши рязанские приставы. В областном управлении Федеральной службы судебных приставов в режиме видеоконференции прошло оперативное совещание общественного совета. На нем были рассмотрены основные вопросы, касающиеся работы управления, подведены итоги деятельности совета, в том числе и при территориальных органах. Это уже вторая по счету подобная видеоконференция. Здесь оперативность играет основную роль. И онлайн-совещания, в свое время введенные в моду руководителями высших сфер, сейчас являются основным и наиболее удобным способом провести переговоры. Подобное совещание именно с участием всех общественных советов среди Российской Федерации при территориальных органах ССП проводится уже во второй раз. В первый раз оно показало свою действенность. Действительно это очень удобно, что в одно время все собираются и обсуждают свои проблемы. И каждый может высказать в системе онлайн свои пожелания какие-то или поделиться опытом. Сегодня в бассейне Аквамед, это на территории Рязанского медуниверситета, прошел урок плавания для учащихся 64-й школы. Тут надо напомнить, что в Россию мановением руки президента пришли нормы ГТО, которые сейчас предстоит сдавать школьникам, а затем всем учащимся, а уж на третьем этапе введения и всему российскому человечеству. Дело-то оно безусловно хорошее, только вот прокачают ли его преподаватели и спортзалы, скажем, школ и даже вузов? Ведь ГТО предполагает серьезную физкультурную подготовку, и если сдачу норм, как это у нас часто бывает, не спустят помаленьку на бюрократических тормозах, то это может вообще перевернуть в принципе всю систему физподготовки. Многие ли юноши готовы прямо сейчас похвастать, что, например, подтянутся больше 10 раз, или проплывут на время дистанции в бассейне, или махнут кросс хотя бы на бронзовый значок? Нормы опубликованы, они есть в интернете, можно посмотреть и призадуматься. И хватит ли всем, или хотя бы молодым рязанцам, стадионов, дорожек, спортивных снарядов, а тем более бассейнов, чтобы проводить регулярные и бесплатные подготовительные тренировки? А если нет, то как сделать, чтобы всего этого хватило? Вот в чем ГТОшная загвоздка. Продолжает тему Глеб Галушкин. В бассейне медуниверситета прошел первый урок плавания для ребят, учащихся из 64-й рязанской школы. С начала нового учебного года в Рязанской области стартовало внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Теперь ребята должны готовиться к сдаче 10 тестов. И если бег, прыжки, подтягивания или стрельбу можно тренировать в спортивном зале школы, то для плавания необходим бассейн. И ныне действующих спорткомплексов на всех рязанских школьников и студентов банально может не хватить. Хотя мастер спорта по плаванию Владислав Фролов считает, что при правильной организации процесса всех детей можно подготовить и научить плыть на норматив значка ГТО даже в существующих условиях. Я думаю, что руководство данных спортивных сооружений пойдет навстречу Министерству молодежной политики, физической культуры и спорта и директорам школ. И вот мы сейчас с директором буквально 10 минут назад разговаривали как раз о том, что здесь будет проходить третий урок физической культуры ближайших школ. Тут есть большие сомнения. Ведь если сопоставить количество рязанских бассейнов с общим числом хотя бы школьников в городских школах, то за голову схватишься. Для организации системы подготовки и последующей сдачи нормативов у спортивных функционеров есть еще два года, потому что в 2017 году ГТО станет всеобщим и обязательным при выпуске из школы экзаменом. Могут ли бассейны не только научить ребят плавать, но и подготовить к сдаче непростых норм ГТО – большой вопрос. Что касается непосредственно уроков плавни, то пока в бассейны будут водить ребят лишь из четырех городских школ и двух детсадов. Это те учреждения, которые выступили в качестве экспериментальных площадок. Именно в их стенах на практике будет обкатан физкультурно-спортивный комплекс и система подготовки к его сдаче. Свидетели и еговы – это название одной из наиболее крупных и опасных тоталитарных сект, известный многочисленными последователями, судебными разбирательствами и кровавыми историями, связанными с гибелью людей. О том, как не стать жертвой секты, говорили на днях на конференции в Касимове представители разных конфессий, чиновники и правоохранители с подробностями Марина Комиссарова. Житель любого крупного города хотя бы раз в жизни встречался с представителем общества так называемых «свидетелей и еговы». Эти люди вовсе не выглядят пугающе. Однако стоит чуть внимательнее ознакомиться с деятельностью еговистов, чтобы понять, что встреча с ними вовсе не безобидна. Человек, тем более, когда у него какие-то проблемы, он пытается найти выходы из этой проблемы. И когда к нему подойдет человек и скажет, что вот, можно, как говорится, потерпеть и все будет прекрасно, конечно же, это очень влияет на психо-человек, он, называется, ведется к этим разговорам и к этим соблазнам, я бы даже так сказал. Раз человек начинает туда более-менее увлекаться, поддается их учению, следует противоречиться морали общества. А мораль общества – это какая-то семья в основном, что не нужно тебе семье, не нужно тебе благ, отойдет от этого всего. На сегодняшний день количество последователей составляет миллионы людей в разных странах мира. А брошюры с основами учения выпускаются многомиллионными тиражами. В настоящее время в России, в том числе в Рязанской области, еговисты для распространения своего вероучения стремятся использовать учебные заведения. Например, в Касимове активность свидетелей замечена в филиале педагогического колледжа. Мне, как преподавателю педагогического колледжа, основная задача себе ставлю – предупредить своих студентов об опасности, которые несет эта организация. 26 августа в рамках очередного заседания члены Общественного консультативного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межнациональных отношений на территории Касимовского района обсудили активизацию деструктивной псевдорелигиозной организации. В ходе обсуждения не раз отмечалось, что деятельности еговистов формируют основу для возникновения экстремистских настроений и отрицательного отношения к государственным устоям. Члены совета приняли решение о необходимости разработать памятку по общению с адептами деструктивных сект, а также регулярно проводить разъяснительную работу среди населения. Мне вот очень нравится предложение отца Дмитрия, что мы должны четко определить последовательные действия, прям алгоритмы, как с ними себя вести. Вчера вечером выпускники Рязанского филиала Московского института культуры получили дипломы. Творческие профессии не станут основными у студентов, однако очень пригодятся им в жизни. Накануне свои заветные дипломы получили почти полсотни выпускников отделения дополнительного образования Рязанского филиала Московского института культуры и искусств. Среди них есть и студенты, и предприниматели, и даже работники предприятий. А их новые специальности также различные – дизайнеры, художники, певцы, музыканты. Среди выпускников есть и представители национальных диаспор. Зулай Хо Кадирова защитила дипломную работу по теме продвижения общественной организации, ведь она сама руководит узбекской национальной культурной автономией «Алмаз» и часто устраивает для рязанцев выступления узбекских музыкантов. Тема моей дипломной работы – это разработка комплекса мероприятий по продвижению общественной организации узбекской национальной культурной автономии «Алмаз». Дело в том, что я единственная защитила диплом именно на тему общественной работы, и я надеюсь, что в дальнейшем она пригодится для моих коллег-общественников, будет являться как методическим пособием для того, чтобы продвигать свои организации, правильно выстраивать работу внутри своей национально-общественной организации. Практическая значимость работы национальных диаспор в культурном направлении весьма значима, ведь знакомство с культурой, обычаями и традициями соседних с русским народов наверняка поможет в укреплении межнационального взаимопонимания и уважения. Это был последний материал сегодняшнего выпуска. Мы передаем слово Олесе Харлиной, ведущей программы подробностей. Завтра в Рязани, а точнее в Дожково-Песочне, во исполнение народных наказов, многократно переданных жителями этого густонаселенного района рязанским властям, открывается многофункциональный центр. О нем расскажет заместитель директора центра Татьяна Тарасюк, так что смотрите подробности и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова